Какой алгоритм расчета используется в программе отроинокопления? Почему здесь расчет ведется только с капитализацией? Эти вопросы мне задавали подписчики моего блога, мои читатели, и поэтому данным видео я хочу на них ответить. Приветствую вас на канале blog.business.com.ua, меня зовут Андрей, я автор данного блога. Какой алгоритм я здесь использую? Смотрите, вот у меня есть для простоты 10 тысяч сумма вклада, есть 10% ставка, 20% из них это налог, то есть вот если я возьму эти 10% годовых, то 20%, которые я отсюда отниму, здесь 10% кстати для простоты расчета, это уже получится 8% эффективная ставка, на которую я могу рассчитывать, получив на руки. И 1000% это ежемесячное пополнение. Если интересует формула, ну вот смотрите, начальная сумма, она, вот мы просто будем проверять, она равна 10 тысяч, дальше следующая сумма, вот у меня начало март, дальше в апреле, это уже сумма на конец месяца, то есть вот сумма на начало месяца, сумма на конец месяца. Они идентичны, как мы видим. Дальше, как у нас выходит сумма на конец месяца, из чего она складывается? Она складывается из суммы на начало месяца, плюс сумма дивидендов, плюс сумма пополнений. Сумма дивидендов это наша сумма на начало месяца, умноженная на ставку в месяц, за вычетом налогов на доход. В моем случае это за вычетом 20%. Значит, здесь, когда проходит месяц, я рекомендую ставить фактические цифры. Скажем, сумма на начало месяца, мы ее меняем в ручном режиме, допустим, пусть мы там даже уже, к примеру, не 10 тысяч, а допустим, 11 тысяч положили, ставка на доходность, пусть она даже и остается, но сумму дивидендов при этом, допустим, мы заработали 80 гривен, пополнили на 2 тысячи гривен. Итого у нас сумма на конец месяца 13,080. Соответственно, проходит у нас апрель, вот мы видим, сумма на начало месяца была 13 тысяч 80 гривен. Дивиденды с них, допустим, получились там каким-то образом, скажем, не 87, а допустим, 90. Потому что здесь расчет не учитывает количество дней, там, ну, мы будем иметь в виду, что, скажем, количество дней здесь сыграло роль, пополнили на 5 тысяч гривен. И, соответственно, получили 18 тысяч 170. Из-за этого у нас меняются все вот здесь циферки, которые мы планировали. То есть, здесь мы видим, тоже будут проходить изменения, в зависимости от того, вот, к примеру, смотрите, мы сейчас видим 93 976. Если я вот эти 5 тысяч убираю, то, соответственно, 86 722 получается. Собственно, вот какое влияние на протяжении, за промежуток в 5 лет, на протяжении вот этих 5 лет, оказывает изменение суммы всего лишь в 5 тысяч, которая у меня была на втором месяце от начала накоплений. Соответственно, почему, дальше я отвечу, почему я использую именно капитализацию. Потому что только с капитализацией сумма сложных процентов вам даст действительно хорошие показатели в накоплениях. То есть, вот, если мы берем капитализацию, то, скажем, по прошествии 20 лет, мы видим, что у нас сумма будет 632 800 накоплена. Из них только 248 тысяч я вложу собственных средств. Это при 10% ставке с 20% налога на прибыль. Здесь выплаченные проценты составляют 383 тысячи. Это практически, ну, грубо говоря, процентов на 60 выше, чем то, что я вложу в собственных денег. То есть, я заработаю более чем в 2 раза. Где-то 160% я заработаю на протяжении 20 лет при сложном проценте. Из-за этого я использую капитализацию и всем настоятельно рекомендую использовать капитализацию. Но, честно говоря, меня радует то, что появились вопросы к моей программке о трейн-накоплении. Потому что это свидетельствует о том, что все-таки люди у нас думают о завтрашнем дне. Люди у нас хотят накапливать деньги. Люди хотят становиться финансово независимыми. А это значит, что наша экономика будет крепче с такими людьми. Наша страна, наши страны будут больше развиваться в экономическом плане. И, собственно, из-за этого, я думаю, достаток вообще наших стран будет расти. И, соответственно, наш внутренний ВВП тоже будет немножко выше. Постепенно все равно мы придем к развитой экономике. И постепенно все равно тот, кто хочет сегодня ставить себе цель достичь финансовой независимости, он все равно ее достигнет. Пусть на это уйдет 10-15, может, у кого 20 лет. Но все равно это финансовая независимость. Если вы сегодня ставите такую цель, она обязательно будет достигнута. Соответственно, я еще смогу для вас больше полезной информации выложить на своем блоге, на своем канале. Поэтому подписывайтесь на мой блог, на мой канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я уже спешу, чтобы сделать для вас что-то интересное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!